Удалось эти проблемы решить и он способен продолжать все 12 раундов в таком же духе, даже если не будет иметь каких-то больших успехов в попаданиях, вы знаете, друзья, в равном такой бой может быть расценен, как равный. За количество ушных ударов, все-таки, перевага на боце Володимира Кличка, конечно же, пытается вырвать инициативу Александр Поветкин, пытается работать первым номером, ну и не просто Володимира контролировать сейчас суперта, но дается, скажем так. Хотя ни на мить не можно втрачать пильности, потому что удары Поветкина сильны и характер, и воля до перемоги все это присутствие. Заметьте, что до сих пор Володимир еще не пускал вход своего права в руку. Это значит, что он решил, что соперник недостаточно, еще дошел до кондиции. И пока что не хочет рисковать и вкладываться справа. Новые бои, световые перемоги абсолютной качественности. Сейчас точное попадание справа было. Такая сугора вязка борьба зараз тревает в рейдзе. Хотелось, чтобы пильс прицельным был Володимир Кличко. Не в всех эпизодах это вдаётся. Я сейчас хотел сделать маневр. Володимир вправо. Этот манёвр Поветкин угадал и бросился слева на скачке. Сорвал по дисплехе поисменты у публики. Здесь очень важно понимать, что бой проходит в Москве. Публика очень заряжена. Вот эта борьба, которая происходит, когда Поветкин сближает с Володимиром. Зазывает бурный гул недовольства. Ну и очень эмоционально кричит за моей спиной. Просто таки на плесах у меня сидит брат Александра Поветкина. Ясно речо. Своего. Бездуганность. Царский сетерезорт.